Мой доклад посвящен учению о метафоре, и не только о метафоре, а более широко, я бы сказал, о фигуративной речи, то, что по-арабски называется термином «маджаз», Мошейбан-Эзре, еврейского поэта и мыслителя, который жил в второй половине XI и первой половине XII века в мусульманской, затем в христианской и христианской. И мой тезис, основной, который я хочу предложить, состоит в том, что учение о маджазе или о метафоре и других видах фигуративной речи Мошейбан-Эзре сыграло ключевую роль в выработке особого эстетического отношения к священному писанию, к Библии и к Торе, которое в рамках еврейской культуры было чем-то новаторским, чем-то совершенно новым и отчасти даже революционным. Я хочу описать тот самый процесс, который подвел Мошейбан-Эзре к тому, чтобы начать рассматривать текст священного писания с точки зрения, в категориях риторики и красноречия, и прежде всего в эстетических терминах. Для этого нужно сначала некоторую предысторию. Предыстория состоит в том, что уже в эпоху Гаонов, в IX-X веке, еще за несколько столетий до Мошейбан-Эзре, проблематика маджаза и противопоставления двух категорий маджаза и хакика, то есть такого фигуративного и прямого смысла, который уже был разработан прежде всего в рамках калама, мусульманского богословия, и прежде всего мутезелитского направления, а также в арабской поэтике и риторике, которая уже к этому времени тоже появляется, и появляются ее уже классические работы. Вот все эти понятия, все эти термины начинают проникать в еврейскую литературу, прежде всего появляются в сочинениях таких Гаонов, как Саадия и Шмуэль бен Хофни, а также в сочинениях некоторых других авторов, например, связанных с Масаретской школой. И главное, если сформулировать главный вопрос или некоторую главную проблему, на которую пытаются ответить все мусульманские и еврейские авторы IX-X веков, состоит в том, что зачем в Священном Писании, в Коране, или в Торе, или в Библии имеются иносказательные фигуративные выражения, имеется маджаз. Вообще была некоторая полемика среди мусульманских богословов о том, существует ли вообще маджаз в Коране, существует ли фигуративная иносказательная речь. В Коране были такие, которые отрицали вообще ее наличие там, но вообще признание того, что в Торе или в Коране есть иносказание, есть какая-то фигуративная речь. Она определялась максимально широко, я сейчас не буду вдаваться, это отдельная очень интересная тема, как определялся маджаз и как эволюционировало вот это его определение со временем, сужалось, расширялось и так далее. Но имеется в виду, когда говорят маджаз в самом широком смысле слова, имеется в виду любая речь, которая отклоняется от прямого, общепринятого и ясного выражения, прибегает к разного тропам, украшениям, фигурам, иносказаниям и так далее, есть много видов. И главный вопрос состоит в том, зачем Всевышний прибегает к такого рода речи в обращении к человеку в Священном Писании, потому что у этого способа выражения есть очень много проблем и недостатков. Во-первых, маджаз затемняет то послание, ту идею, которую Всевышний хочет передать человеку. Это, как правило, многозначные, неоднозначные, амбивалентные высказывания, трудные для толкования, которые могут привести к разного рода неправильным интерпретациям, ошибкам, ересям и так далее. И вообще многие богословы утверждали, что маджаз — это главный источник ересей, то есть неправильное понимание и неспособность различить между прямым и фигуративным смыслом Писания — это главный источник всех ересей и отступничества и ошибок и так далее. Вопрос, зачем Всевышний, который мог высказаться прямо, высказался таким странным образом, чтобы сам создает ситуацию того, что читатель может впасть в заблуждение, неправильно истолковать и так далее, когда можно было бы высказаться прямо. И, соответственно, даются разные ответы на этот вопрос. Разные ответы даются философами, разные ответы даются богословами. Мы сейчас не будем в это вдаваться. Нам интересно то, что и Саадия, и Шмальбенхофнигаон, они более-менее следуют в рамках мутазелитской традиции. И главный вопрос, который они задают до Мошея Бенезры, состоит в том, как различить прямой и фигуративный смысл Библии. То есть когда мы имеем право утверждать, что то или иное выражение в Библии имеет иносказательный характер, является метафорой, является иносказанием, а не буквальным, его не нужно понимать буквально. И здесь они борются сразу с несколькими оппонентами. Во-первых, есть тенденция, которая проявилась еще и в христианской экзегезе, тенденция к слишком преувеличенной метафоризации текста. То есть к тому, чтобы признавать почти все, что сказано в словах пророков или в Торе за метафору, за аллегорию, за некоторые иносказания и попытки отойти слишком далеко от прямого буквального смысла. И особенно это опасно в ситуации с законодательными текстами, с галактическими текстами, где есть опасность того, что некоторые предписания будут пониматься не как законы, не как заповеди, а как некоторые метафорические, аллегорические, фигуративные выражения. И это уже некоторая проблема. Проблема сама по себе, проблема, связанная с религиозным законом и в конечном итоге соблюдением заповедей. И они хотят ограничить Садья и Шмуэль Бенхофни Геона, они хотят ограничить возможности, свободу, скажем так, читателя к фигуративному толкованию тех или иных фрагментов писания. И ограничивают несколькими правилами, там четыре основные правила. Есть, они формулируют, когда можно прибегать к иносказательному толкованию, когда высказывание Торы противоречит разуму, когда оно противоречит чувствам, когда оно противоречит другим местам в Писании и когда оно противоречит устной традиции мудрецов. То есть только когда ты наталкиваешься на непреодолимое противоречие с прямым смыслом, ты имеешь право в одном из этих четырех случаев перейти к иносказательному толкованию. Но Мушейбенезра, он переводит вообще разговор о метафоре и о маджазе, о фигуративном языке в Торе, в Библии, в другую плоскость. И этому способствовал несколько вещей. Во-первых, я хочу сказать просто чисто библиографическую справку дать, что есть два трактата Мушейбенезра, в котором речь идет о метафоре и о маджазе. Один трактат — это книга бесед, точнее, это книга бесед и упоминаний. Оба трактата написаны по-арабски в первой половине XII века. И вторая — это трактат Ас-Ади, который так и называется полностью по-арабски, трактат Ас-Ади о маджазе, то есть о фигуративном смысле и о прямом смысле. И вот в этих двух сочинениях он рассматривает вопрос о фигуративном языке писания совсем в другом ключе. И здесь есть три основных, скажем так, три основных или даже на двух, наверное, оставлюсь. Два основных фактора, которые привели его к этой другой оптике, к этому другому взгляду. Один фактор — это арабия. Арабия как не просто арабский язык, а как арабизм, как некоторый культ арабского языка и красноречия, представление о превосходстве арабского языка и арабского красноречия над всеми другими языками и особый статус арабского языка, особый статус арабского красноречия, который Мушейбен Эзра пишет про него вот так. Я процитирую, что общину исмаильтян Аллах наделил исключительно даром красноречия и сформировал их природу исключительно для заботы о языке, так что превосходство их над другими народами и племенами заключается ни в чем ином, как в искусстве слова, в прозаических поэтических сочинениях, что в оазисах, что в пустынях, что в дни мира, что в дни войны, как похвалялся один из их поэтов, язык арабский среди наречий других племен, как весна среди остальных времен. Также и философ Аристотель, имеется в виду в одном из своих посланий к Александру, восхвалял их за это и советовал обратить внимание на искусность их речи, богатство их языка, искушенность их в поэзии, изобилие их стихотворных восхвалений и осуждений, мужественность их поведения и прочие присущие им качества. Эти достоинства, которые при обреляне в период язычества и зарождения ислама, только совершенствуются у них с течением времени, их превосходство в красноречии проявляется у мужчин и у женщин, у больных, несмышленных детей, слабоумных, чернокожих, диких бедуинов и нищих земледельцев. То есть он говорит о том, что вот это владение арабским языком и красноречием является главным достоинством арабской культуры, с которой он сталкивается, безотносительно к учености даже людей. И это для него является главным стимулом для того, чтобы сделать две вещи. Во-первых, он уже до него, еще Сааде Гаон в качестве реакции на такую идеологию, выдвигает некоторую параллельную идеологию брония, то есть идею того, что нужно точно так же начать возрождать некоторые, и культивировать еврейское красноречие. Красноречие, основанное на библейском иврите, на языке Библии. И Сааде Гаон начинает этот процесс, но расцвета он достигает в творчестве поэтов, которые начинают писать на библейском иврите в 10-м, 11-м, 12-м веков. И Мошейбе Назар является одним из самых главных сторонников, поклонников арабского языка, и при этом поэтов, которые как бы в ответ на вызов со стороны арабии пишут на библейском иврите, для того чтобы продемонстрировать, что язык иврит ничуть не хуже и не менее чем арабский, способен на красоту и совершенство выражения. И так далее. И это его, как бы, одна очень важная сторона его творчества. Вторая, которая подвела его к его теории метафоры. А вторая, связанная тоже с арабским языком, это его представление о том, что маджаз, то есть разного рода фигуры, речи и тропы, и риторические фигуры, в том числе метафора и другие, у него есть целый список этих риторических фигур, они являются общим наследием, по крайней мере, семитских языков. С его точки зрения, вся система тропов, фигур и метафор может быть перенесена из арабской риторики в еврейскую риторику, и нормы красноречия, арабские и еврейские, они универсальны, и поэтому можно взять из арабской, из арабского языка, не только, как сделал Садзи Гаон, терминологию и инструментарий языкознания, но и риторику, и риторические фигуры, и пытаться применить их к библейскому ивриту, к библейскому тексту, для того, чтобы сформулировать некие принципы еврейского красноречия, еврейскую риторику. И именно этим он и занимается. Он говорит так. Вот одно из самых интересных высказываний на эту тему ученые нашего времени, отрицающие метафору, как я уже говорил, была такая некоторая тенденция некоторых законоведов отрицать вообще метафору, воистину пренебрегают очевидностью и выступают против начала собственного пути. Ведь метафор не счесть в пророческих книгах. Ничего плохого в ней нет. Более того, без нее никак не обойтись. И понимая это, и разбираясь в этом, арабские поэты подражали тому, что нашли в пророческих книгах. То есть он здесь вообще выдвигает такую некоторую идею о том, что на самом-то деле еврейское красноречие древнее арабского. А и вообще традиция, скажем, библейская риторика некоторая, она фронологически предшествует арабской поэзии, даже доисламской арабской поэзии. И он здесь не утверждает, что арабские поэты напрямую взяли и заимствовали какие-то поэтические фигуры из Библии. Но он утверждает то, что для арабских поэтов уже был некоторый прецедент. Они видели, что в пророческих книгах у евреев есть разного рода фигуративные и такие вот выражения. И поэтому ничего зазорного в том, чтобы их использовать, нет. И это их как бы дало им легитимацию в использовании разного рода риторических фигур. Понятно, что это некоторая апологетика, и к этому нужно относиться с некоторой долей скептицизма. Но нам важно понимать, что он хотел сказать. Он хотел сказать, что вот некоторая традиция красноречия, она, во-первых, общая для арабов и евреев, и она восходит к пророческим книгам. В этом смысле она в каком-то смысле параллельна некоторой истории развития религий. Потому что точно так же, как аврамические религии восходят к некоторым единой цепочке пророков, точно так же красноречия, традиции красноречия восходят к тем же самым пророкам, которые потом продолжили свою эволюцию уже в рамках разных различных течений. Есть еще один очень важный аспект, который хочу упомянуть. Это то, как Мушейбенезра соотносит себя с разного рода философскими теориями метафоры. Он не говорит прямо про метафору, но он в связи с метафорой неожиданно цитирует Маккор Хаим, то есть источник жизни Ибн Габироля, арабский трактат, неоплатонический трактат Ибн Габироля. И привязывает его к теории метафоры. Вот это цитата, философ. Он цитирует слова философа. «Поскольку разумная субстанция познает сама себя, форма истины существует в себе самой. Так что субстанция разумной души различает разумные формы, ведь душа по своей природе близка к субстанции разума. Однако животная душа не способна к такой совершенной форме познания, поскольку по своей природе удалена от разума. Поэтому мы утверждаем, что форма истины соответствует форме и сущности разума. И, следовательно, именно разум различает между иносказанием Маджаз и прямым смыслом Хаккор. То есть мы здесь видим, что он интересным образом пытается выстроить некоторую такую неоплатоническую философию, связанную с различением между прямым смыслом и иносказанием. И с его точки зрения вот эта способность различать, в частности, в библейском тексте, ну и вообще способность речи различать между прямым смыслом и фигуративным смыслом, это главная особенность интеллекта, главная особенность человека как наделенного разумом существа. И это некоторая такая, можно сказать, главная задача, если немножко последовать за маймонидом, идеей того, что образование это попытка человека достичь вот этого образа Бога, по которому он создан, что образ Бога это некоторая задача, которую человек должен достичь в ходе своего интеллектуального развития. Он должен стать интеллектом. И в этом смысле получается, что одна из главных задач, которые человек должен достичь в ходе своего познания интеллектуального развития, это научиться при помощи разума, при помощи интеллекта различать между прямым и фигуративным смыслом. Это некоторая высокая ступень философского познания. И в этом смысле он немножко отвечает косвенным образом на другую другое объяснение, которое давали в средние века, в эти самые столетия, давали объяснение иносказанием в Библии. А именно объяснение такое, что это, в общем, для простолюдинов. Вот такой вот иносказательный язык и разного рода образные описания, не понятийные, а образные описания, в том числе антропоморфизмы, которые очень беспокоили богословов в отношении Бога. Это все необходимо для простого народа, для невежды, для простолюдинов, которые не способны к понятийному мышлению, а они воспринимают истину только в таком чувственно воспринимаемом виде, а не в умопостигаемом. И здесь он в каком-то смысле спорит с этим, потому что он говорит, что способность отличить фигуративное выражение от прямого смысла это не уровень простолюдина, это высший уровень развития интеллекта. Это некоторый для ученых. И в этом смысле, с его точки зрения, библейский текст с его иносказанием адресован скорее ученым, чем простолюдинам. Это не является такого рода… И в качестве некоторого заключения главное, что он делает… Я хочу сформулировать еще раз свой тезис. Главное, что он делает, парадоксальным образом происходит не в книге о метафоре, а в книге о Маджазе. В трактате о Саде он более-менее воспроизводит просто общие места, касающиеся теории метафоры, из арабских авторов. И ничего оригинального особенно не привносит. Самое оригинальное, что он привносит в теорию метафоры, содержится как раз в его книге о поэтике, которая называется «Книга бесед», где он в конце приводит список из 20 фигур речи, фигуративных высказываний, поэтических тропов. И он к каждому из них приводит пример из арабской поэзии, иногда из Корана, и из Библии, и из еврейской поэзии. И он находит в Библии соответствие каждой из этих риторических фигур. И таким образом у него получается некоторый такой довольно большой список разного рода риторических фигур Библии, которые он рассматривает как некие такие вот то, что называется «proof text», то есть доказательство того, что древнееврейское красноречие было, ну можно сказать, изоморфным средневековой арабской риторикой, содержало те же самые риторические фигуры. И вот то, что я хотел показать последнее, то, что у него есть в трактате о Маджазе, то есть в трактате о Саде, есть другая интересная вещь. Он там дает эстетическую оценку разным библейским стихам. Именно эстетическую оценку и это совершенно вот до него практически никто не делал. Никто не брал тот или иной библейский стих и говорил, а вот это вот совершенно с точки зрения красноречия, а вот этот стих, он там менее совершенный. Вот он приводит здесь, я вам привожу несколько стихов, там, например, из «Песни песни», про которые он говорит, что это «фасаха ва иджаз», что это вот невероятное красноречивое и точное выражение. Или вот про высказывание пророков Исаии из Икииля, он говорит, что это «балих», что это «фасих», что это образец красноречия, это пример такого вот красноречивого эстетически совершенного высказывания, в отличие от других стихов Библии. Соответственно, он производит некоторую работу по такому вот эстетическому освоению библейского текста. И закончить я хочу некоторым таким анекдотом из его жизни, в котором он рассказывает в своей книге «Бесед». Однажды в дни моей молодости в городе, где я родился, попросил меня один из мусульманских ученых-законоведов, которым я был многим обязан и в любви которого не сомневался, чтобы я прочитал ему 10 заповедей на арабском языке. Я распознал его намерение и понял, что он хочет обнаружить на этом примере скудость красноречия Торы. Тогда я, в свою очередь, попросил, чтобы он прочитал мне начало своего Корана на латинском языке, а он понимал и умел говорить на нем. Когда же он взял и перевел его на этот язык, то помутнели слова его, и красота его стала уродством. Тогда он понял, чего я добивался и отказался от прежней своей просьбы. Здесь есть два момента. Один момент — это то, что мы видим, к чему привела такая ситуация с эстетизацией Священного Писания. К тому, что богословские споры между представителями разных конфессий велись не в терминах, чье Священное Писание более аутентично, истинно или содержит более совершенные моральные установления или законы, а в терминах того, чье Священное Писание красивее и более совершенно с эстетической точки зрения. А с другой стороны, здесь есть вопрос, я его только поставлю, у меня нет возможности на него отвечать, вопрос, который здесь возникает, а именно здесь есть ситуация непереводимости, а именно то, что с одной стороны Мошей Бенезра утверждал, что нормы риторики и красноречия универсальны, по крайней мере, между, скажем, арабским языком и в ритмах. Может быть, ограничены тройкой языков арамейский, арабский, еврит, которые еврейские филологи средневековые рассматривали как некоторые родственные языки. Здесь появляется латинский, но вроде бы вот эти нормы красноречия, риторики, они универсальны, общие, их можно переносить из одного языка в другой. А с другой стороны, здесь мы видим пример того, что красноречие оказывается непереводимо с одного языка на другой, что именно Маджаз как раз является залогом непереводимости. То, что не переводится, хакику можно перевести, а Маджаз нельзя перевести. Маджаз это как раз то, что непереводимо с одного языка на другой. И это некоторая проблема. Вот как теория, как риторика, Мошаев Бенезре, библейская риторика сочетается с непереводимостью. Это вопрос, который я хочу поставить в качестве эвристического вопроса, который вытекает из моего изложения, но отвечать я на него сейчас у меня нет возможности. Спасибо огромное за ваш доклад. Было очень приятно слушать. И если можно, я пару слов скажу просто со своих впечатлений. Во-первых, очень для меня важно было услышать вот эту мысль вот на этом конкретном примере теории метафоры о параллелях между арабским, так сказать, арабской акуменной и еврейской или ивритской. И был поставлен вопрос об их универсальности. Вот эта вот транслируемость теориторических фигур это очень важная вещь. И то, что Мошаев Бенезре утверждает, это крайне важная вещь. Ведь в других совершенно не связанных что ли областях тоже мы можем увидеть вот такие вот параллели. это вот к вопросу вашему Аркадию Бензоновичу, где искать общее. Вот мне кажется, что совсем уж такое универсальное, что все три культурных ареала вот это нам будет трудно сделать. А вот между этими может быть будет легче найти. Вот при всех расхождениях доктринальных там и прочих вот логическая какая-то общность она мне кажется здесь может быть найдена. А вопрос у меня такой просто на уточнение значит вот арабская теория маджаза вот этого иносказания она предполагает что следующее, что хакика это когда прямое значение когда ляфз прямо указывает на свой марнан как это все знают в языке. Ну например слово асад лев указывает на отважные животные с гривой и так далее. это все знают а вот маджаз будет если мы тот же самый ляфз асад сделаем так чтобы он указывал не на это животное а на мужественного человека. Но вот для того чтобы это указание относительно нормативного было сдвинуто вот для этого необходимы рациональные всякие основания. Во-первых в самой фразе должны быть то что называется карайн или ахваль или другие то есть сопутствующие обстоятельства которые показывают что это должно произойти то есть сама что я хочу сказать что сама метафора крайне рациональная это вот соответствует тому что вы в конце говорили что это вовсе не просто какие-то образы картинки для детей вот такое отношение было характерно для фалясефа которые объясняли таким образом что коран это ну для амма для обычных людей а вот философские учения это для хаса для этих самых избранных а вот собственно арабской традиции так никогда не рассматривал как раз маджаз это очень тонкая рафинированная интеллектуальная сфера то о чем вы в конце говорит вот мне интересно вот было ли в еврейской теории метафоры вот эти вот разговоры об интеллектуальных основаниях вот сдвигая этой самой стрелки значения что ли да или взаимно однозначного соответствия между ляфземарнен я не знаю будет ли это прямо ответом на ваш вопрос но я отчасти говорил про то что для того чтобы сдвигать да вот условно говоря в еврейском коллами да там десятого века усадьи Гаона да или шмале бенхофни Гаона есть очень подробная и разработанная теория того когда можно сдвигать вот этот прямой смысл да и переводить его в метафору при анализе библейского текста есть определенные условия когда это можно сделать а вот когда есть прежде всего когда есть имеется противоречие если есть противоречие между логикой разума законами разума или там чувственным восприятием или другими местами в писании или традиции мудрецов да вот тогда ты можешь сдвигать значение того или иного то есть это не внутри литературные некоторые принципы а скорее внешние принципы внешнего противоречия когда ты наталкиваешься на внешнее противоречие тогда ты начинаешь искать вот этот другой способ истолковать этот стих потому что он не вступает в противоречие с тем он не совсем произвольный вот то что делает мошейбенезра это немножко похоже на то что вслед за ним делает маймонит путеводители растерян то есть есть некоторые составляются некоторые руководства но прежде всего для ученых людей руководство к тому как следует понимать те или иные прежде всего антропоморфные но не только выражения в библии с точки зрения их вот некоторого метафорического иносказательного смысла и это действительно пособие не для широких масс не для простого читателя а для весьма продвинутых ученых пособие в том что на самом деле там означает то есть получается некоторый словарь словарь фигуративных выражений что является собственно говоря первая часть путевателей растерянных маймонида и трактат о маджазе на самом деле Мошейбенезра это тоже своего рода большая его часть это перечисление там разных понятий и слов которые могут иметь вот такой вот переносный смысл при каком условии они его приобретают и такой вот тщательный анализ то есть это действительно некая наука некоторая такая вот вполне область рационального знания о том как различать между хакикой и маджазе